Привет всем, это канал Кэп ТВ Гейм. Сегодня предлагаю посмотреть игру MXGP, The Official Motorsport Video Game. Я, в общем-то, большой поклонник мотокросса. Ну, как большой. Не фанат, конечно, так, чтобы прям знать все команды и всё. Но мне всегда нравился этот вид спорта. Даже больше, чем GT. Вот именно сами мотоциклы кроссов. Они как-то мне всегда были близки. И я надеялся, что эта игра окажется одной из немногих удачных мотокросс игр. Но, вот я буквально пару минут попробовал. И, честно говоря, что-то пока не въезжаю. Управление очень неудобное. Ну, хотя, может быть, это дело привычки, конечно. Так нам дают выбрать возможность выбрать пилота из официальных гонщиков. Наверняка те, кто увлекаются этим видом спорта, или смотрят его по телевизору, наверняка знают эти имена. Я, признаюсь, не очень большой знаток Евгений Бобрищев. Тут есть россиянин. Ладно, для суть важна. Все равно я их не знаю. Все равно для меня это как набор каких-то совершенно неизвестных имен. Так, чемпионат, чемпионат. Начнем чемпионат. Просто буквально небольшой ролик ознакомительный. Посмотрите, как это выглядит. И что здесь, в общем-то, есть. Так, начать гонку. Реально, у меня даже здесь было коротенькое обучение такое. И вот реально я даже на обучении нормально не мог ехать, поскольку здесь на правом аналоге есть наклон самого пилота. А левым аналогом вы как бы поворачиваете. Это настолько непривычно и неудобно. Причем чуть-чуть сильнее его наклоняешь. Он падает. Ну, в общем, наверняка нужно привыкать. То есть, я-то понимаю, что да, они задумывали это как в настоящем мотокроссе. Там выкладывание эти, заваливание. Но в игре пока это работает не очень. Конечно же, опять-таки повторюсь после буквально двухминутного ознакомления с игрой. Вот такой вот у нас предгоночный есть уголок, где мы можем сделать сетап, байку, настройки какие-то свои. Что еще? Здесь информация сезонная. Ну, в общем-то, и отправиться на трек. Ну, вот, пожалуйста, мы уже на треке. Начинается это все с авто. То есть, никакого старта, да, там, когда мы всей толпой на старте. А вот сразу вот так начинается, как в Гранд Куринге. Камеры вокруг него я не могу поворачивать, по той же причине, по которой я уже говорил. Правым аналогом у нас управляется вот влево-вправо, влево-вправо. Также вперед-назад это наклоны, соответственно. Получается, левым стиком мы управляем исключительно рулем. Просто можем рулить вправо-влево. Все остальное уже, все более, на мой взгляд, важные мотокроссовые штуки. Как раз-таки на правом стике. Что, в общем-то, для меня как раз-таки не очень привычно. Поскольку всегда во всех гоночных или, там, раллийных мото-симуляторах всегда управление идет в основном в левом стиком. Графически, кстати, тоже игра по скриншотам. Мне казалось, что будет что-то классное. Очень новое. Оказалось, все гораздо проще. Графически игра обычная. Даже, может быть, ниже среднего, поскольку никаких эффектов, никаких наворотов. Но, опять-таки, я играю на Xbox 360, возможно, на PC эта игра уже с какими-то модными шейдерами, наворотами и тому подобное. Однако, вот, кстати, недавно поиграв в Metal Gear Solid, в новый, пятый, вам, пожалуйста, я грохнулся, то, вы знаете, я после него удивился. Не стал бы я уже так прям наговаривать на консоль, поскольку, если в Metal Gear смогли сделать такую картинку, смогли добиться такой картинки, то, значит, в общем-то... Ой, я не туда поехал. Значит, это, в общем-то, дело не в железе, а просто в дизайнерах, как говорится, менее. О! Тяжело было. Ну, и, в общем-то, как-то не азартно. Мне кажется, просто бац, и все, и поехал. Конечно, может быть, тут надо разбираться, вот все это вникать, может быть, здесь мега-реализм, там, и все такое, но... Вот как просто не для большого фаната мотокросса, а просто для игрока, который хочет покататься на мотоцикле, я боюсь, такому игроку будет скучновато. Ай-яй-яй, зацепился шлемом. Грязь, там пытался. Ну вот, там пытался сделать... Не знаю, как правильно называется это, когда в полете заваливание мотоцикла идет в правую или в левую сторону. Здесь можно такое делать, но... Что-то... Да ужас, ужас. Падает. Пока у меня такой на ворот не получился. Жесть, просто дню. Очень прилично, неудобно управлять. Я уверен, не знаю, как любой человек сначала будет вот так вот падать, чуть ли не на каждом повороте по 100 минут. Наверняка, если посидеть несколько часов, потренироваться, то привыкнуть можно, конечно. Все-таки они-то как-то делали эту игру, рассчитывали. Кто-то играл в нее. Наверное, из тестеров. Но вот так вот сразу. Не очень как-то получается. Да что такое? Жесть. Слишком потянул на себя. Может быть, я, кстати, не прав. Может быть, просто не нужно так яростно пользоваться правым стиком. И тогда все будет. Вот я сейчас совсем до него не дотрагиваюсь. И вроде бы как более уверенно, более устойчиво все пошло. Хотя вот в крутых поворотах приходится. Приходится. Как же эта штука делается? Зараза. Там как-то два стика просто одновременно в одну сторону надо почему-то не срабатывать сейчас. Странно. А чинь, как же это? I believe I can fly. Я верю, я могу летать. Фраза из знаменитой песни. Это, наверное, за какой-то высокий прыжок дали или что-то такое. Ай-яй-яй. Какой толпой у меня соперничек. Ну вот. Я даже одного этого могу обогнать. Хотя я, в принципе, мне пишут, что я на первом месте. Это тоже забавно. Никого не обгонял практически на первом месте. В управление, кстати, я заглядывал в опции настройки управления. К сожалению, особо там нельзя заменить. Я хотел попробовать сделать все на левом стике. Чтобы вот он... Это было бы, на мой взгляд, разумно сделать левым стиком и заваливание, и поворот. То есть, ну, когда баланс между заваливанием и поворотом, как, в общем-то, это в других мотокроссовых играх было и, в принципе, неплохо оно там себя чувствовало. Но, к сожалению, нет. Как только ты меняешь правые аналоги на левые, соответственно, меняются и левые на правые наоборот. То есть, нельзя использовать. Ну, а я подумал, что поворачивать правым, а уклоняться левым, это уже совсем перебор был бы. Поэтому оставил все как есть. сколько же здесь ездить-то придется? одну. Такого быть не нужно. А, наоборот. 21 минуту еще ездит. Это обратное чудо. Какая жесть. Это долго. Это долго. Боюсь, столько мы не выйдем. Давайте еще попробуем выйти в меню и посмотреть какие-нибудь быстрые заезды или что-нибудь в этом духе. То есть, чемпионат не очень. Вот карьера еще есть, кстати, да. Надо было с карьеры начинать. Сейчас попробуем, посмотрим, что у нас в карьере. Так, вот коротенькие мульты из классных настоящих видосов. Вот это вот красиво смотрится. Вот такие падения по физике. Вот это круто. Когда уже в играх такое будет? Пора бы. Пора. Томми Сирол дебютировал в 2006 году в MX2 когда ему было всего 17 лет. Видимо, знаменитый паренек. Так, вот он, мой КТМчик. который я не создавал в начале, а по сути-то просто выбрал один из вариантов за какую команду ездить. И там, ну, по мелочам номер, имя свое взял, которое мне сейчас на спине написано, больше, но не особо-то это хорошо видно. Ну и вот опять-таки режим карьера мы выбрали и что мы видим. Мы видим, что бац, авто, автодрайв сначала идет, если вы даже не можете управлять, а потом вам дают управление. Никаких стартов, что, на мой взгляд, странно. О, мы еще идем в ту сторону поехать. Я даже не могу нормальный классический быстрый разворот на месте сделать. Как-то это... В общем, наверняка нужно привыкать. Наверняка. Разбираться и привыкать. Но я боюсь, у меня не хватит. Не хватит как бы уровня завлечения в эту игру для того, чтобы сидеть в ней разбираться. К сожалению. Хотя я возлагал большие надежды, когда узнал, что выходит этот официальный мотокросс. Я надеялся, что игра будет хорошей. Ну, может быть, оно так и есть, но не для всех, наверное. Ох, я иду так. И шуршал. У меня так елозит по всей дороге. Сейчас вот попробую еще все-таки сделать этот уклон в прыжке, который у меня так до сих пор полком не получается. И, наверное, на этом. Нет, это не то. Это слишком медленно. Он должен резко так вывернуть мотоцикл. Ой-ой-ой. Улетел в рекламу. что за... Ну вот, кстати, почти получилось, если бы не врезался в ерундовину. Вот. А, в общем, не важно. Все. Хватит, у меня уже нет терпения. Вот такой вот официальный мотокросс 2014 года MXGP. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну, в общем-то, не обязательно, если вам игра понравилась, просто если вам обзор понравился. В любом случае, ставьте лайки, не ленитесь. дизлайки тоже можете ставить, если слишком уж хочется и что-то не понравилось. И подписывайтесь на канал. На канале часто много интересных игр появляется и, в общем-то, и прохождение есть интересное. Подписывайтесь, не забывайте. Все, всем пока, до новых видосов.